Всем привет, с вами Айсбергер. В прошлый раз мы говорили о разных программах для монтажа и затронули одну не самую распространенную EDIUS. Что же в ней такого хорошего? Сразу скажу, что этот урок специально для новичков, как пользоваться программой, а также рассказ о преимуществах работы в ней. Запускаем программу видеомонтажа EDIUS версия 6. Сразу что эта версия немного отличается от более ранних, так что будьте внимательны. Если запуск происходит сразу после установки, то у вас откроется окно, где необходимо указать наборы нужных вам пресетов для проектов. Просто проставляем галочки напротив параметров, которые будем использовать. Размер кадра. DV и SD. Стандартная телевизионная картинка, к которой мы привыкли. И HD. Это картинка высокой четкости. Позже это окошко не появляется, но в любое время, когда я захочу, я всегда могу добавить нужные мне пресеты в палитру. Нужно будет только зайти в настройки. Что именно потребуется сделать, покажу чуть позже. EDIUS позволяет для каждого пользователя создавать свой индивидуально настроенный профайл. Если вы работаете за компьютером не один, то это очень удобно. У каждого пользователя сохраняются все его любимые настройки. Горячий клавиш, расположение панелей и много чего еще. Зайдем в Setting, System Setting, вкладка Profile. Можно создать новый или изменить уже имеющийся. Дать имя профайлу или изменить иконку. Иконка для этого должна быть в формате PNG или PSD. При запуске программы выдается список последних редактируемых проектов. Создадим новый. Укажем путь, где будут находиться все рабочие файлы проекта и дадим ему название урок 32. Укажем пресет с необходимыми настройками. Внимание! Пресет распространяется на все секвенции проекта. То есть в одном проекте секвенции с разными параметрами картинки или частоты кадра запустить не получится. Во время загрузки проекта EDIUS проверяет наличие всех файлов. Поэтому если у вас идет работа над большим фильмом с множеством файлов, загрузка может занять даже несколько минут. Пресеты проектов. Они нужны лишь для того, чтобы быстро создать проект с нужными для вас настройками. Чтобы изменить пресеты или добавить, нужно зайти в Settings, System Settings, Project Preset и выбрать либо новые пресеты, либо пресет Wizard и поставить нужные галочки напротив параметров. Интерфейс. Файл. Здесь все довольно стандартно. Создать новый проект или секвенцию. В открытый проект можно добавить одну или несколько секвенций из другого проекта. Добавить клип, экспорт полученного видеофильма. Эдит. Здесь все как обычно. Подрезка, вставка и так далее. Вью. Показать все панели, скрыть панели, включить-выключить видимость таймлайна. Один превью экран для просмотра видео или два. Я чаще использую два, это удобнее. Лайаут. Расположение рабочих панелей на столе. Можно сохранить свое собственное размещение активных окон для работы. Аудиомикшер. Удобно настраивать громкость по всей звуковой дорожке. Опция Full Screen Preview позволяет просмотреть материал на полном экране. Если у вас два монитора, то один из них может стать просмотровым. Достаточно просто указать какой. Клип. Create Clip. Создать настроечную цветовую таблицу, либо сгенерировать градиент. Можно указать 4 цвета и наклон для градиентного перехода. Если указать просто один цвет, то получится один кадр, заполненный выбранным цветом. Объединить или разъединить дорожку со звуком. Сгруппировать или разгруппировать. Изменить скорость видео. Создать указанный стоп-кадр видео. Картинка сохраняется по умолчанию в папку с проектом. Удобно пользоваться горячими клавишами. Ctrl-T. Функция нормализации звука выделенного клипа. Достаточно лишь указать верхнюю границу уровня громкости. Маркеры. Удобная система разметки. Начало и конец композиции. Постановка маркера в конкретное место. Mode. Trimming. Режим удобной подрезки клипа на тайм-линии. EDIUS показывает крайние кадры в клипах. Режим работы мультикамеры. Здесь она реализована очень удобно, а главное просто. Кликая по превьюшкам, вы сразу монтируете материал, записанный на несколько камер. Capture. Функция загрузки материала в программу. Настройки ввода. Наиболее часто используемая функция – это запись звука непосредственно в программу с микрофона. Остальные режимы капчуринга или загона исходного материала для простого пользователя совершенно неактуальны. Все потому, что современные цифровые камеры записывают видео в файл, поэтому перегон видео с кассеты в реальном времени уже не нужен. Рендер. Просчет всего проекта, секвенции или выделенного фрагмента секвенции между маркерами in и out. Можно даже отрендерить и добавить полученный файл на таймлайн. Если EDIUS не успевает обсчитать какой-либо фрагмент видео в реальном времени, то он его помечает красным цветом. И для ускорения просмотра фрагмент желательно отрендерить с помощью указанных функций. И Settings – основные настройки программы, проекта и секвенции. Непосредственно под просмотровым монитором располагаются клавиши – маркеры входа и выхода, просмотр, стоп, цикл, перемотка, перемещение по стыкам клипов и экспорт полученного видеоматериала. Чуть ниже – основная функциональная палитра. Создать новую секвенцию, открыть проект, сохранить проект, вырезать, скопировать, вставить, удаление, отмена действий, разрезать лезвием, вставить переход по умолчанию. Обычно это микшер по видео и по звуку. Титровальная система, запись звука, рендер клипа между метками входа и выхода, аудиомикшер. В уголке – включить-выключить сдвиг клипов при вставке, раздвигать или нет видео при затирании, включить-выключить магнитик края клипа. Эдюс позволяет настроить панель инструментов так, как вам заблагорассудится. Можно добавить или убрать кнопки с панели. В одном и том же проекте все секвенции одного и того же типа. Все установки у них одинаковые. Можно вставлять одну секвенцию внутрь другой. Причем на таймлайн могут располагаться файлы различных форматов, размеров и частоты кадра. В секвенции бывают четыре типа дорожек. Только видеодорожка, видео и аудиодорожка и только аудио. Дорожка с индексом Т предназначена для титров, поэтому материал на ней будет отображаться всегда выше остальных дорожек. Добавить материал в рабочую область можно простым перетаскиванием файла. Причем добавить можно сразу на таймлайн. Все файлы, какое бы соотношение сторон у них ни было, автоматически подгоняются программой по высоте. Если вы хотите отредактировать конкретный клип, подрезать края, сделать картинку в картинке, достаточно включить режим изменения параметров клипа, нажав F7. Все изменения параметров можно привязать ко времени. Получится несложная анимация. Редактирование клипа. Самое удобное в Эдиусе это его горячие клавиши. Дело в том, что самые часто используемые функции запускаются нажатием не комбинацией, а всего одной клавишей. Разрезать активный клип. С. Удалить клип. Делит. Удалить пробел слева от клипа. Бэкспейс. Разрезать и удалить часть клипа слева. Н. Разрезать и удалить часть клипа справа. М. Просмотр. Пробел. Поставить метку. В. Прокрутка на первой скорости назад. Джей. Нажать один раз. Если нажать дважды, то скорость прокрутки назад возрастет в два раза. Прокрутка на первой скорости вперед. L. Если нажать дважды, то скорость просмотра будет двойной. И экспорт клипа. Чтобы экспортировать готовый фильм, нужно указать точки его начала и финала и нажать F11, либо кнопку экспорт на панели. Выбираем нужный нам формат итогового файла. Ставим галочку экспорт между входом и выходом и нажимаем экспорт. Дальше изучать Эдиус продолжим в следующем выпуске. Свои комментарии и предпочтения по используемому софту оставляйте на нашем сайте и обязательно следите за новостями в группе ВКонтакте. Там же проходят все обсуждения и выкладываются дополнительные материалы выпусков. Будьте в курсе! Закажи кафе! Закажи анимации! Бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин